Зоя Ефимова В одном из них и находилось ее будущее место работы – почта. Как вспоминает Зоя Ефимова, писем первостроителям приходило очень много. Но главная задача была обеспечить поселок связью с районными центрами. Связи никакой не было. Почта заводилась радиостанцией. У нас как отделение связи уже было от набережных Челнов. А потом уже, когда первый в городе построился дом, там уже открылся узел связи. Будущий обслуживающий город Нижнекамск. А это от набережных Челнов. С ними связывали радиостанция была. Азбука Морзи. Морзи еще, понимаете. И Морзи была азбука. И вот почта, которую привозили на машине из набережных Челнов. О дорогах и уютных домах тогда только мечтали и день за днем шли к намеченной цели. В Нижнекамске скоростными темпами строители возводили здания за зданием. Рос и поселок строителей. Появились целые улицы. Конечно, сейчас они немного другие. Так сказать, в современном стиле. За последние годы поселок строителей очень сильно изменился. Ремонтируются дворы, делаются дороги. Кстати, сейчас я нахожусь на улице с очень милым названием «Романтиков». Кстати, зашел я сюда не случайно. Именно здесь живет наш следующий герой. И сейчас я вас с ним познакомлю. Я слушаю, здравствуйте. Как у вас дела? Дела у нас отлично, стариковские. Живы, здоровы. Хозяйство покажете нам свое? Хозяйство, пожалуйста. Александр Мажаров в поселке строителей живет с самого первого дня. Развалился союз, менялись президенты, жизнь. И та изменилась. Но вот огород у пенсионера был всегда. Сейчас ему 89 лет. На небольшом участке выращивают овощи. В хозяйстве есть несколько кур. На вопрос, откуда силой, мужчина отвечает, что закалился еще в молодости. Во время строительства города, чтобы добраться до Челнов, уходил весь день, вспоминает Александр Мажаров. Транспортных дорог никаких не было. До Челнов здесь примерно 50-60 километров. Летом, чтобы попасть в райцентр, надо было пешком или на лошади доехать до Красного Ключа, знать расписание движения пароходов. Тогда же этих катеров не было. Только пароходы ходили. Астраханские, Камско-Окские. Основной наш пароход был Казань, Тихие горы. Даже зная расписание, приходишь пешком на пристань Красных Рощ, садишься на пароход, елабугу и челны. Челнах свои дела сделаны или на шею, обратно таким же путем. И вот удивительно, никто не жаловался, трудности люди просто преодолевали и стремились сделать свою жизнь лучше. Вот что значит энтузиасты. Кстати, энергетика этих жителей до сих пор ощущается в поселке строителей. Все так же осталось, ничего в принципе не изменилось. Люди такие же, так же активные. Во всех акциях мы участвуем, вечерами мы сидим, мы песни поем и танцуем здесь. У нас здесь очень весело, здорово и хорошо, люди хорошие. Все эти традиции, конечно, пошли от первостроителей. Здорово, что и молодежь стремится их сохранить. Ведь как ни крути, поселок строителей навсегда для нас всех останется местом, где все начиналось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok